Всем привет! Сегодня будет очередная история жизни нового персонажа. И я вижу, что вам нравится этот формат, про то, как я рассказываю истории жизни разных персонажей, так что поехали! Тамбовский дед. Дед-пидорас или дед-футбольный мячик. Веселый дед, живший в селе Селезни Тамбовской области. На видео дед в сильном алкогольном опьянении требует от оператора самогон. И говорит, что его убьют или задуют и прочую ересь. Есть два видео с участием Тамбовского деда. Первое известно многим. Впервые оно было залито 6 ноября 2010 года во Вконтакте и имело название Дед-пидорас. Многие считают, что видео, возможно, было снято в 2003 году. Другие же предполагают, что видео было снято в 2007-2008 году на мобильный телефон. В ролике видно, что пьяного деда, идущего по своей деревне, ярущего матом, достают толпа каких-то обывателей. За издевательство над ним дед их шлет на три буквы и говорит им отвалить от него. Второе же видео менее известно, и впервые оно было залито тоже во Вконтакте 13 августа 2011 года. В этом же ролике все, в общем-то, то же самое, что и в первом, только действия происходят уже ночью, а не днем. И это все происходит на станции Селезни, этой же деревни. Настоящее же имя деда Владимир Кох. По фамилии можно предположить, что дед по национальности был немец, либо еврей. Родился он в конце 1940-х годов, после Второй мировой войны. Как он сам говорил в видео, в этом первом днем его снимали, что он на пули свистел, и что он военный и потерянный. В школе пришлось ему тяжело, над ним постоянно издевались, и из-за этого ему пришлось поменять фамилию. Из-за этого в детстве получил достаточно много тяжелых психологических травм на всю жизнь. В зрелом возрасте с ним случилась беда. По слухам, это было убийство жены и сына бандитами. Тогда Владимир окончательно сошел с ума, а алкоголь только сук убил ситуацию. Второй вариант это из-за его алкогольной зависимости жена с сыном ушли. Тут разнятся эти две версии. Престрастие к алкоголю у Владимира появилось где-то в конце 1970-х годов. До 1994 года он работал слесарем, но его уволили опять же из-за пьянства. Потеряв работу, Владимир окончательно спился. Дед на то время жил в отвратительных условиях. В доме у него был полнейший хаос. Везде валялись пустые бутылки от спиртного и куча мусора. Дальнейшая же судьба Тамбовского деда еще более печальная. Примерно в годах 2013-2014 он умер от сильнейшего алкоголизма. Вот такая вот печальная у него была история жизни. Ну а на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok